Мы продолжаем рассказывать об участниках программы «Учитель для России», которые в начале учебного года пришли в школы из Китимского района. Сегодня познакомим с молодыми педагогами села Белого. В эту школу было привлечено больше всего кандидатур. Четверо молодых учителей из Пензы, Вологды, Череповца и Томска. Вячеслав Гурев окончил Волгодский госуниверситет по направлению электроэнергетика. Дипломированный инженер запомнился в родном городе интересными культурными проектами. Он занимается экстремальными видами спорта, много ездит по миру и профессионально организует путешествия для предпринимателей. Но с сентября 2020-го он учитель географии и информатики в сельской школе. То, как преподавали уже в осознанном возрасте, меня очень сильно зацепило. Мне бы хотелось, чтобы мне в моем детстве, в моей школе преподавали именно так. Поэтому я хотел попробовать себя в роли учителя. Профильного образования у Вячеслава не было. Программа «Учитель для России» дала уникальный шанс попробовать свои силы в новой сфере. Первые полугодия работы уже отмечены профессиональным сообществом. Поздравить вас за то, что вы участвовали у нас в конкурсе. Сельский учитель на Сибирском области. Я вам благодарственное письмо. Вячеслав решил увлечь детей географией через открытки со всего мира. Благо у него много друзей и знакомых в разных странах. Мне пришла идея, что будет круто, если детям в деревне будут отправлять открытки. А потом Инстаграм у себя опубликовал объявление, что есть такая возможность отправить открытку детям в деревню, рассказать им о месте, где вы живете. На прицель Вячеслава Горева отлетнулось очень много людей, поэтому подключили также Сосновскую и Ученскую школы. Открытки стали приходить со всех континентов, кроме Антарктиды, рассказывает автор идеи. Так дети смогут почувствовать, что мир большой и интересный. Коллега по работе и по программе Надежда Брашеван окончила Томский политех. За ее плечами научная работа и магистратура с отличием. Но оказалось, что ей всегда нравилась работа учителя. Благодаря программе у нее появилась возможность посмотреть профессию изнутри и примерить на себя. Сложно было, конечно, потому что это дети, это все новое. Мне новое, для них я новый человек, к которому они не привыкли. Но все это на самом деле очень интересно, очень познавательно. Я учусь у них, они учатся у меня. Журналист с правом преподавания русского языка и литературы. Диплом Пензенского госуниверситета у Валерии Ивкиной не пылился на полке. Она поработала и профессиональным журналистом, и занималась репетиторством, переехав в Санкт-Петербург. Но решила усложнить себе жизнь. Выбрала Сибирь, сельскую школу, старшие классы. Чем труднее, тем интереснее. Для меня основной плюс – это посмотреть, во-первых, то, как живет другая часть России, потому что я всю жизнь в центральной России, а страна большая. Я не знаю, как живет остальная часть, которая гораздо больше, чем наша центральная. Поэтому здесь я вижу что-то новое для себя. И, опять же, это действительно трудности, они как-то дают тебе раскрыться с новой стороны. Уроки в скульптуре с 1 по 11 класс ведет Милена Глухова. Белская школа – это первое место работы в выпускнице Череповецкого госуниверситета. Хорошо, что у нас много, вот четыре человека из программы, конечно, поддержка и общение помогают. И старшие коллеги тоже подсказывают. Поэтому все хорошо. Всех участников программы увлекла идея – жить и работать именно в селе, топить печь, носить воду, погрузиться в деревенский быт. Но снять здесь дом оказалось проблемой. Свободного жилья нет. Квартиры нашли в Леневе. Оттуда и добираются на работу. Привлечь молодых специалистов Белого оказалось большой удачей. Иначе пришлось бы привлекать учителей по совместительству. Своих кадров не хватает. Молодежь сейчас заканчивает педагогический университет. Они не идут в деревню работать. А здесь эта программа нам действительно, вот как бы, мы закрыли все вакансии. То есть у нас сейчас полный штат. То есть все предметы ведутся. Закрепить такие кадры на месте – главное желание руководителей, пожалуй, всех школ, заполучивших себе таких специалистов. Два года работы – такой срок отводится участникам программы «Учитель для России», чтобы пройти обучение, войти в профессию и приобрести опыт. А дальше – выбор за ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова